Почти 3 миллиона 900 тысяч зараженных и более 106,5 тысяч летальных исходов. Такова жатва пандемии коронавируса в Соединенном Королевстве за истекшие 12 месяцев. Отвечающим за ситуацию в здравоохранении нужно максимально быстро обнаружить тех, у кого выявлен южноафриканский штамм, чтобы затем этих людей изолировать. Сейчас нам известно 105 зараженных этим штаммом. 11 вирусоносителей не имели никаких контактов с путешественниками. Нет научно подтвержденных данных, что эта мутация более опасна, но нам необходимо предотвратить ее распространение, взяв ситуацию под контроль. В общей сложности 80 тысяч жителей, в том числе таких графов, как Суррекент, должны будут сдать анализы на вирусоносительство вне зависимости от наличия симптомов. Это касается всех, кому исполнилось 16 лет. Руководство Евросоюза выпустило рекомендации, касающиеся пограничного контроля для прибывающих из стран, не входящих въезд. Причина въезда должна быть значимой и неотложной. Путешественники обязаны предъявить результаты отрицательного ПЦР-теста. Несмотря на вакцинацию, меры предосторожности, ношение маски и соблюдение социальной дистанции остаются обязательными. В Германии нынешние ограничения только-только вошли в силу. По мере развития ситуации мы увидим, как пассажиропоток будет спадать. Сложная ситуация и на Иберийском полуострове. В Португалии коронавирусом заражены более 726 тысяч человек. От COVID-19 скончались. Почти 13 тысяч. Уровень смертности в республике один из самых высоких в Европе. На границе Португалии и Испании усилен контроль. Европа остается вторым после Северной Америки самым инфицированным регионом мира. За год с момента выявления первых случаев ферруса носительства тут насчитывается свыше 30 миллионов заразившихся, а от COVID-19 скончались более 700 тысяч европейцев.